Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Мирей. Сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я сейчас смотрю на камеру и понимаю просто, что всю красоту, которую я создавала вот этими вот ручками, ее не видно просто. Вы видите эти шарики? Я их повесила на люстру. А здесь еще есть красный шарик. Вот. В общем, старалась, старалась. И в конце, как всегда, ничего не получилось. Давайте приступим. Сегодня у нас с вами будет «Не запивай челлендж» с острыми крылышками из KFC. Это прям самое острое, которое у них там есть. Я надеюсь, что это видео вам понравится, потому что давненько у нас с вами не было «Не запивай челленджа». И давайте приступим. Так. Минуточка АСМР. Есть просто острый. Есть очень острый. Это как раз-таки очень острый. Здесь у нас напиток. Я сейчас вспомнила, ребята, что у меня, кажется, камера заляпанная. Как вы думаете, чем я вытираю? Правильно, кофты! Ну все, ребята, готово. Вроде не мутно, а нормально. Просто уже, наверное, два видео, как у меня немножко заляпана камера. Это мама, когда снимала кулинарное видео, немножко заляпала. И я каждый раз забываю ее вытереть. Надо было прям СМР снимать. Ребята, это нечто. Это очень вкусно и очень остро. Прям пар из ушей сейчас пойдет. Блин, такая бедно, что это все не видно. Может, я вот так сидеть буду? Ребята, огромное спасибо вам за поддержку моих видео в Инстаграме. Реально, я даже не ожидала. Очень приятно. И начнем отвечать на вопросы, которые вы мне задаете в Инстаграме. Итак, ник 000. Привет, 000. Как научиться откладывать деньги, где их копишь? Вообще, я считаю, что самое главное, чтобы научиться откладывать деньги, просто сделайте себе карточку, на которую будете откладывать, и просто эту карточку положите куда-то подальше. А лучше отдайте маме. И считайте, что этих денег просто нет. Вот тогда получится. Я тоже, если честно, на последнее время очень много трачу. Даже у меня есть идея снять видео, сколько я денег трачу за неделю. То есть, учитывая там даже передвижение, на метро, сколько денег трачу, на продукты, на видео. Но мне кажется, если я просто буду повседневную свою жизнь снимать, это будет не очень интересно. Мне кажется, в эту неделю надо закупиться, куда-то сходить. По-моему, в Кейт Клэпе я видела такое видео. Мне кажется, очень интересно. Картошка просто божественная, ребята. Попить пока что особо и не хочется. Опять крылышек пошел. Я по натуре нет ранжира. Я могу копить, если у меня есть цель. Мне кажется, очень круто, когда, например, у тебя есть цель, например, купить машину, да, и ты откладываешь денежку, старайся в неделю один раз заходить на какой-то сайт, например, где продают автомобили и смотреть машину твоей мечты. Вот чем чаще ты будешь заходить на этот сайт, тем больше у тебя будет мотивации, во-первых, работать, во-вторых, откладывать. Я, наверное, не отношу себя к людям, которые живут сегодняшним днем. У меня нету каких-то супер дорогих вещей. Я не говорю, что это хорошо. То есть я все откладываю, все такое. Это нехорошо, но у меня просто нету богатых родителей. Мне по большому счету не на кого надеяться. Я надеюсь только на себя. Родителям, наоборот, я стараюсь помогать, нежели они мне. Вот. И стараюсь всегда исходить из своих финансов. Какая картошечка, ребята. Ну это... Ну это вообще... Вы говорите, кушаем медленно. Ну как это можно кушать медленно? Вы издеваетесь. Я могу на что-то дорогое потратить, но я обязательно это делаю, вкладываясь во что-то. Например, все говорили, что всех устраивал звук правильно. Вы прям как моя семья и будем говорить откровенно. Но я испробовала семь микрофонов. Зачем? Чтобы получить такой классный звук. Очень хороший микрофон с регулятором. По идее, всех и так все устраивало. Но я стараюсь куда-то стремиться. Даже элементарно, может кто-то не заметил, но я купила новую помаду специально для видео. Вот если бы я не снимала видео, я бы ее вообще не покупала. И они славятся именно тем, что они супер такие стойкие. Не могу сказать, что прям все видео этой помадой держится, но получше, чем другие помады. там вот этот задний фон. Черный. Это опять же тоже деньги. Пусть не совсем удачно. Кому-то понравился черный фон, кому-то нет. Многие мне говорят, Айка, что ты паришься? Вот, гостиная самый лучший задний план. Ну, как-то черный, мне кажется, смотрится профессиональней. Еще хочу купить ринглайт. Хороший, дорогой. Пусть будет дорогой, но хороший. Вот. Вот. Вкусно. Как же хочется попить. Но у нас с вами челлендж. Поэтому не пьем. Мне кажется, каждый человек может заставить себя не тратить деньги. У меня, например, брат очень сильный транжира. ему уже скоро 25 лет. Он старше меня, но за всю жизнь у него никогда не было такого, что например, тысяча долларов у него там лежит в заначке. Да даже не тысяча, пусть будет 300 долларов. И хоть я младше, я всегда стараюсь давать ему какие-то дельные советы о том, что нужно думать о завтрашнем не. на что мне отвечают. А может, завтрашнего дня вообще не будет. В связи с последними событиями, я тоже иногда так думаю, говорят, что вакцин от коронавируса изобретут через полтора года. Через полтора года нас никого не останется, ребят. этот вирус, он настолько быстро развивается, что он дойдет и до нас. И реально вот обращаешь внимание, что 2020 год пришел как-то со сплошными бедами. Я понимаю, что коронавирус обнаружили еще в декабре, но все же. В Австралии эти пожары. Не знаю, как-то все негладко. Не могу сказать, что у меня прям дела плохо пошли. Нет, у меня наоборот все хорошо. Но когда речь идет о всемирных каких-то проблемах, ты понимаешь, что это не может быть такого, что это тебя не коснется. вот где-то там кто-то болеет этим коронавирусом, например. А завтра это может коснуться и нас, и вас, нас всех. Следующий вопрос. Твои родители были против того, что ты начала работать в 16? Мои родители всегда были за то, чтобы я работала, но по своей специальности, так скажем. Ну, как вы знаете, я вначале там бизнесом своим занималась. Мои, суром. Мне тогда это было интересно. знаете, я ощущала такой себя бизнес-леди. Мой папа всегда хотел, чтобы я работала, даже если я бы удачно вышла замуж, он мне всегда говорил, что муж сегодня есть, а завтра его может не быть, не дай бог, не знаю. Может и развестись с тобой, может и найти помоложе, получше, а может вообще не дай бог умереть, поэтому всю жизнь нужно работать, не надеяться ни на кого. Моя тетя, например, развелась с мужем, и она имела высшее образование, хорошую работу, поэтому могла обеспечить своих детей и себя тоже и никак не зависеть от бывшего мужа, не ходить, знаете, с протянутой рукой, что дай алименты. Поэтому это очень важно, я считаю, особенно для девочек, девочка же не пойдет грузчиком работать. Я уже доедаю, не запивая. Следующий интересный вопрос. Когда-нибудь убегала из дома? Ответь, пожалуйста, передай привет. Когда вы не пишете имена, я не знаю, кому передавать привет. Ник называется В беззубова. Передаете огромный привет. Что касается вопроса, убегала я когда-нибудь из дома. Один раз такое было. Мы что-то здорово поздорили с мамой. И не помню даже, из чего. Подожди, сейчас припомню. я не помню. Ну, что-то, короче, я начала плакать туда-сюда. лето было, распсиховалась и вышла из дома. Это недавно, кстати, было. У меня даже YouTube-канал был. И вы представляете, я такая расплаканная, иду по улице в ужасном состоянии просто. И я встречаю свою подписчицу. Если ты до сих пор меня смотришь, обязательно напиши в комментариях, как тебе я в таком виде. вот реально миллион раз я, не знаю, шикарно выгляжу, иду по центру, там очень много людей. Я думаю, ну, знаете, ну, кто-нибудь, может, ты меня знаешь, может, ты? Нет. А если ты в ужасном состоянии, если ты заплаканная, и все. Сразу все тебя узнают. Тем более темно было, ребята, как она меня узнала? Я вообще была в шоке. В общем, я расплакалась, вышла. И, конечно же, кому я позвонила? И своей подруге Шеве. Это было прошлым летом, по-моему. Ребята, вот сейчас тоже мне приходят уведомления. Спасибо вам огромное, что подписываетесь на мой инстаграм. Поддерживайте меня. За один 200 человек. После моих танцев. Огромное спасибо. Так вот, я пошла к Шеве. Сначала выключила телефон, а потом, когда включила, увидела, что мама чуть ли не 30 раз мне звонила, я решила ей перезвонить и объяснить, что я в безопасности. Я не стала убивать себя. Мама сказала, да я ей не думала, что ты себя убьешь, ты слишком сильно любишь эту жизнь. в общем, осталось две стрипсы, хрустящие, горячие, обалдеть просто можно. Такая вот история у меня была. как бы сейчас сок пошел. следующий интересный вопрос. самая дорогая вещь в своем гардеробе. честно, ничего брендового у меня нету. И вот эта кофточка от Fendi, это, конечно же, подделка, но мне не стыдно. Понятное дело, что я бы не отдала столько денег, дабы их нет. Как их отдать, если их нет? Ну, самая дорогая вещь. У меня есть жилетка. Она из натурального песца. И стоит она что-то в районе 40 тысяч, может даже больше, потому что это не просто песец, а это еще и брендовая вещь. Я не знаю точную цену, потому что это подарок. Подарок от моего отца на мой день рождения. Не помню, 17 лет или 18, но я была на первом курсе. И до сих пор эта вещь висит у меня в шкафу. Иногда ношу. Но я как-то, знаете, не очень люблю вот эти меха, не знаю, пальто. Мне как-то проще ходить в пуховике. одно дело, знаете, такой хруст и прям неприятно зубам, мурашки, например, по рукам, а другое дело, когда хруст и такой, знаете, приятный, вот прям тает во рту. Обожаю, обожаю. Как часто звонит твой парень и как долго разговаривать. каждое утро мне пишут доброе утро. Мы с ним болтаем около получаса. На протяжении всего дня, например, я могу ехать в автобусе и у меня руки свободные. Я сижу, я могу ему написать и мы будем переписываться и обязательно ночью минимум мы час болтаем по телефону. Обычно я как делаю, я ставлю видео, чтобы оно сохранялось, пока оно сохраняется. Например, смонтировала, видео должно сохраниться. Пока оно сохраняется, я болтаю по телефону. Болтаю по телефону, пишу описание или еще что-то делаю. вкусно это. Вкусно это. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, не запивать челлендж удался. Я не выпила и все съела. Было нереально вкусно. Я очень люблю KFC. Вот так выглядит упаковка. Кто не знаком с KFC и не знает, как выглядит упаковка. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока! Пока!